Уже работаем? На литературных просторах. Ошибочки, ошибочки, ошибочки. Это полный абзац, друзья. И готовьте свою сумку для впечатлений. Не, ну а что? Должна быть, наверное, сумка для впечатлений, корзинка для радости и тазик для разочарования, для того, чтобы там в этом тазике свои белые пальто отстирывать. Хэштег «Мудрые цитаты глупой женщины». Итак, друзья, сегодня в обзоре книжные новинки, достойные того, чтобы стоять на одной, самой главной полочке с подборкой ремарка в мягких обложках и книгой о вкусной и здоровой пище того самого 63-го года выпуска. Вот такая, кстати, книжка интересная. В общем, если вы не читаете, который год исключительно один и тот же «Освежитель», «Освежитель воздуха», я имею в виду, то будет интересно, клянусь, «Океанской свежестью». Почему? Да потому что, когда имеешь дело с дураками, спустя какое-то время начинаешь понимать ход их мыслей. Это снова цитата, как ты любишь. Это цитата из книги «Террор» Дэна Симмонса. «Террор», друзья, это удивительная книга о моряках, которые большую часть повествований никуда не плывут, пардон, пардон, не идут. Симмонс взял реально существующую загадку, пропавшую во льдах экспедицию Франклина, и предложил свой литературный вариант развития событий, изрядно приправленный мистикой. Экспедиция Франклина, та самая реальная, искала так называемый северо-западный проход, ну, то есть морской путь из Атлантики в Тихий океан между Северным полюсом и Северной Америкой. Казалось бы, два корабля, затерты во льдах, стоит жуткий холод, куда ни глянь, лед и снег, плюс полярная ночь, никакого экшена, скука и дискомфорт. Здесь знак вопроса. Не взирая на этот литературный холод, градус напряжения при прочтении растет, 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 и аж жарко становится из-за переживаний. Дэн Симмонс, он умело балансирует, то создавая ощущение камерности за счет тесноты корабля, такой повсеместной темноты, скучности, то перенося действия наружу, в безграничную людяную пустыню, и вдобавок переключаясь между временными пластами и разными людьми, которые рассказывают свою историю. И вот вы читаете сотни страниц о том, как люди сидят в темноте, в кораблях, среди айсбергов, и вам это интересно. Это такой интерес, который не вызывали, ну, самые разные, казалось бы, книги о самых разных экзотических странах. В итоге единственной скучной и неубедительной частью книги мне показалась концовка, но тут со мной многие поспорят. Любопытно, как удачно дополняют друг друга выдумка и факты. Тиммонс явно хорошо изучал источники и везде, где возможно стремиться к точности. В характеристике кораблей, взятых запасов, в списках членов экспедиции. И вот именно эта точность делает столь убедительными остальные допущения. О характерах, о мотивации оказавшихся во льдах людей и о том, с чем они столкнулись. А они столкнулись. Отдельно стоит упомянуть себе спощадное детальное описание всех мук, доставляемых жизнью в постоянном холоде. Джек Лондон, при всем моем к нему уважении, в этот момент нервно курит где-то вот там далеко. Читать про этот холод по-настоящему жутко. И еще. Хотя террор можно с уверенностью отнести к жанровой литературе, после прочтения не остается вот этого сожаления о потерянном времени. Все же очень хорошо написано. Все же очень хорошо написано. Пожалуй, это лучший приключенческий роман, который когда-либо мне встречался, а я их читала много на литературных просторах. И абсолютно точно это один из самых атмосферных. Дэн Симмонс проделал просто колоссальную работу, как в плане изучения достоверной исторической документации, информации, так и ее корректного использования в тексте. А еще и в плане создания собственной художественной линии. Художественная линия здесь это вообще отдельная тема, так как Симмонс компилировал ее из самых разных жанров и поджанров. Тут и триллер, и исторические приключения, и социально-психологическая драма, и мистика, и даже эскимосские саги. Ну и поверьте. И все это смотрится потрясающе, гармонично создавая мистически зимнюю атмосферу. Я бы сказала, что это очень добротная, очень мужская и очень холодная книга. Одевайтесь теплее и не забудьте на всякий случай что-нибудь покушать. Хэштег «Мудрая цитата, глупая женщина». Весь невидимый нам свет. Последний роман от лауреата многих престижных художественных премий Энтони Дорро. Эта книга, вынашившаяся более 10 лет, немедленно попала в списки бестселлеров, и вот уже который месяц их не покидает. Весь невидимый нам свет. Эта книга рассказывает о двигающихся, сами того не ведая, навстречу друг другу слепой французской девочке и робком немецком мальчике, который пытается каждый на свой манер выжить, пока кругом бушует война, который пытается не потерять человеческий облик и сохранить при этом своих близких. В общем, казалось бы, очередной взгляд на Вторую мировую. Но это непривычный и очень пристальный взгляд. Книга воспринимается, конечно, неоднозначно. Вот не сказать, что я читала ее не отрываясь, запоем, но она втягивает и позволяет почувствовать, увидеть, ощутить, как переживалась война разными, очень разными людьми. И в этом ценность книги для меня. Очень мощная ценность. Обычно, вот согласитесь, и ты, и автор знают хорошо, чем все закончится, когда пишут про войну. Даже если сюжет начинается до войны, ее предчувствие с первых слов всем ясно и создает такой тревожный, грандиозный фон, как гул низко летящих бомбардировщиков. А вот здесь как раз все так банально, так обыденно идет жизнь. И ты, читатель, остро понимаешь, что герои просто живут и просто не знают, что их ждет. И в этом ужас. Французская девочка, девушка слепа. Ее жизнь год за годом проходит в стенах Парижского музея. Немецкий, мальчик-юноша, сирота. Его жизнь среди старых радиоприемников в сиротском приюте. Его дальнейшая жизнь, казалось бы, в шахте, но нет. Вокруг него все больше людей в коричневых рубашках, а вокруг нее моллюски и минералы. Вокруг него подсолнуховые поля страны Советов. Вокруг нее слухи о наступлении немцев. Вокруг него рухнувший от взрывов дом и выключенный свет в конце тоннеля. Вокруг нее затклый подвал, ломбоубежище. А в кармане бесценный алмаз, за которым охотятся овчарки-фюреры. И в этом и скрывается писательская магия. Как передать уже с войны через полную ее обыкновенность? В этой книге нет героев, почти нет сюжета. Те сюжетные линии, которые как бы должны идти и развиваться, они заканчиваются ничем. Вот вроде бы есть приключенческая линия, бесценный, и мистический алмаз моря огня. И эта линия обрывается. Вроде бы есть еще одна линия любовная. И да, как бы все начинается, но тоже обрывается. История про участие в сопротивлении обрывается. И постоянно нет ответов, и нет развития сюжетов. И в этом и есть правда жизни, тире правда войны. Все разорвано, потеряно, все уходит в песок. Это совершенно в логике того ужаса, который происходит на фронтах войны. Что в Европе, что на фронтах Советского Союза, что в Англии. И по большому счету, здесь нет прям таких, знаете, положительных героев. Ну, кроме, наверное, той самой слепой девочки, пожалуй. Но и она тоже в этом ужасном водовороте войны. Всего лишь щепка в потоке. Мне кажется, такую войну тоже важно показывать. Именно с оптикой мелких шагов и повседневности. Минуточку, у меня есть для вас цитата. Юноша. Твоя беда, Вернер, что ты до сих пор веришь, будто сам распоряжаешься своей жизнью. Ну, кроме шуток. Сам распоряжаешься своей жизнью. О чем мы? За что люблю электронные книги, друзья? За возможность закрывать их без сожаления, даже на самых первых страницах, если тебе, ну, просто не идет. С бумажной было бы, наверное, немножко жалко. Я вот так однажды в электронной своей закрывала, закрывала, и оказалось, что в моей электронной библиотеке на полочках не осталось книг вообще, кроме одной, какой-то завалящихся. Я вот с таким предубеждением, с таким скепсисом взялась читать книгу «Лалин пол пчелы». Практически, я бы сказала, от безысходности. Ну, делать было от нечего, делать было вечером. Ну, как вам анамнез? Анималистическая фантастика, антиутопия и главные персонажи – дыдыщ пчелы. Странный замес, обычно я такой не читаю. Ожидала я гладкого и такого текучего текста из серии «В мире животных». И вот пчелка Майя прилетела на цветок. Порадуемся за пчелку Майю. Ну, никакой из меня Николай Гроздов. Ну, и главную героиню, кстати, зовут иначе. Ее зовут Флора 717. И книга не сиквел учебника «Биология за седьмой класс». И уж точно, это не ванильная сказка про веселых пушистиков. Судите сами. В тоталитарном обществе каждый должен быть готов. Готов пожертвовать всем ради королевы. А нужно еще ведь пережить религиозные чистки и атаки жестоких ос. Мне кажется, или у королевы вырастают маленькие усики под носом. Флора 717, она уборщица. Пожалуй, самый низший слой в улье. Но такой необходимый. Они не умеют говорить, и их разум разве что можно назвать просто стайным. Но Флора 717 – аномалия, которая следовала бы уничтожить полиции фертильности сразу же по ее появлению на свет. Но случай мигом вознес ее на самую вершину, в услужение королеве. А потом так же быстро спустил с небес на землю. Снова в уборщице. В уборщице, которым везде можно, который все видит. В уборщице, которое многое подмечают. Флора 717, вкусив уже многие профессии и нарушив, да еще и не единожды самую главную заповедь улья, ломает его систему и... И я не предугадала финал. Все совсем по-другому. И ты не угадаешь. И это прямо вот зачет. Но черт, как же это благородно. Согласно жанру, мы увидим, что повелитель, в нашем случае это королева, но все иносказательно, мы же понимаем. Повелитель всего лишь фигура, всего лишь пешка, машина для чего-то. Истинные силы того или иного мира – это верхушка власти. И что за власть борьба всегда будет нечестной. Жуткой и кровопролитной. Однако общая беда способна объединять. Такое ощущение, что это про нас с вами. Пчелы – это гремящий дебют в духе рассказа служанки и голодных игр, который потрясет воображение. Смиряться, подчиняться, служить. Модель мира на примере одного улья. Это полный абзац, и сегодня в обзоре три книги, каждая из которых достойна самых восторженных похвал. Поэтому на почетном первом месте – это террор, друзья, Дэна Симонса. Холодная белая книга, по которой снята, кстати, одноименный сериал. Весь невидимый нам свет Энтони Дора на почетном первом месте. Опасность – это сильный рентген. Война насквозь просвечивает личность, проявляя для окружающих весь ее мрак. И, наконец, снова на первом месте – книга «Лалин Пол. Челы. Конгрегация, копуляция, коронация». Это полный абзац. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. И помните, что хорошо унаследовать библиотеку, а еще лучше собрать свое собственное. Все!